Обнародованные недавно официальные статистические данные о потерях в рядах армии Армении за прошлый год привели к ещё большему разочарованию армянского общества в новом военном руководстве. Армянская армия находится в позорном состоянии, заявляют правозащитники этой страны. Власти Армении же любыми способами пытаются оправдаться. Армянская правозащитница Жанна Алексанян обвинила руководство страны в искусственном занижении статистики смертности военнослужащих. По её словам, ситуация с правами человека в армянской армии ужасна и трагична. Власти относят частые случаи гибели армянских военных в ДТП как к не имеющим отношения к военной службе. Однако по большей части эти смерти вызваны эксплуатацией неисправных автомобилей Минобороны Армении, отмечает Алексанян. Если власти Армении действительно хотят видеть изменения к лучшему в этой печальной статистике, то им прежде всего необходимо положить конец своей захватнической политике, подчёркивают эксперты. Нынешним правителям Армении есть два пути. Или стать заложниками этой политики оккупационной и Армению привести до печального конца. Или же заниматься урегулированием конфликта и каким-то образом вывести Армению на какой-то государственный уровень. Конечно, небоевые потери в условиях армянской армии. Это является первое, общим социальным и плачевым состоянием армянской армии. Второе, психологическая атмосфера, когда призывники с Армении, которые являются основной базой армянской армии, оккупационной армии в Нагорном Карабахе, они находятся в ситуации страха и психологические расстройства, и это приводит к небоевым потерям. Приход к власти нового премьер-министра Никола Пашиняна ничуть не изменил ситуацию в армянской армии. Смерти продолжаются, расследование этих дел едва ведётся, и, как следствие, дела по-прежнему не раскрываются. Как отмечает армянская правозащитница Жанна Алексанян, в армии страны произошло только одно изменение. Это смена министра обороны, который не только не смог исправить ошибки своих предшественников, но и сам наломал немало дров. Он не отвечает на письма жалобы граждан и старается не связывать смерти солдат, происходящие в армии, с военной службой, заявила Алексанян. В подразделениях оккупационной армии то и дело фиксируются случаи пищевых отравлений среди солдат. Продукты, по большей части, оказываются просроченными, испорченными и непригодными к употреблению. И даже их в армянской армии воруют у солдат. Что касается вещевого обеспечения военнослужащих, то тут они испытывают постоянную нехватку предметов личного пользования. Как неоднократно отмечали власть Азербайджана, единственным выходом из этой плачевной ситуации для Армении остаётся вывод своих войск и освобождение оккупированных территорий Азербайджана. Шамистан Мамедов, CBC